Это программа «Теория заговора» и я, Михаил Мамаев. Здравствуйте! Как питаться живой едой, а не отходами? 50% того, что лежит у нас в холодильнике, из мусорного ведра. В последнее время умудряются делать еду даже из промышленных отходов. Корпорации зарабатывают на нас миллиарды. Но сегодня мы разоблачим их всех и расскажем, на что не стоит тратить деньги, а что можно оставить в холодильнике. Первые попытки делать белок из нефтепродуктов наши ученые предприняли еще в 70-х годах прошлого века. В Советском Союзе было целое большое направление, когда из сырья, такого как парафин и нефти, производили белок. И назывался он паприн. И были попытки производства белка из газа, который носил название гаприн. Те заводы давно закрыты, и слава богу, скажете вы. Но еда из отходов, продуктов, нефтепереработки – слишком лакомый кусок для производителей. Поэтому вскоре мясо, так же как одежду или бумагу, запросто будут штамповать на фабриках и заводах. Вы думаете, это еще только наработки для будущего? А вот и нет. Вы едите ванилин? Тогда поздравляю, вы уже в будущем. Потому что ванилин уже давно делают из нефти. И это никакой даже не фокус. Как же так? Возразите вы. Его же делают из ванили. Вы сами вслушаетесь. Ваниль и ванилин. Чувствуете разницу? А кто-нибудь знает, в чем она заключается? Ваниль и ваниль. Я не задумывалась никогда, в чем разница. Вот видите, даже домохозяйки не знают, что такое ванилин. И зря. Основной мировой производитель ванилина – Китай. Более половины всего ванилина в мире производят из так называемого гваикола. В переводе с языка химиков – это продукт переработки нефти. Кстати, оставшуюся часть синтетического ванилина производят из лигнина, то есть отходов целлюлозно-бумажного производства. Выбрасывать жалко, а так людям скормить можно. Возникает простой вопрос. Зачем делать ванилин из нефти, если он есть в природе? На него есть и простой ответ. Без ванили не обходится ни одно кондитерское производство, а стоит она баснословные деньги. Настоящий ваниль – это стручки особого вида съедобных орхидей. Стручки эти, они полезные, про них много написано, там как бы биостабилизируют нервную систему. Натуральный ваниль – это очень дорогое удовольствие. 150 плюс-минус 20-30 рублей, в зависимости от магазина. Допустим, искусственный ароматизатор при этом будет стоить 10-15 рублей целый пакетик. Вот и придумали предприимчивые производители не гоняться за пчелами, а делать ваниль на заводах. И назвали свой синтетический продукт ванилином. Кстати, производители при этом убили сразу двух зайцев. С одной стороны, делают дорогой продукт из отходов за копейки, а с другой – осчастливили кондитеров всего мира. Продолжение следует...